Уже на следующей неделе мы более подробно поговорим о ходе расследования о трагедии на Фонтане, попробуем пообщаться с родственниками погибшего в полиции, в прокуратурой. Возможно, удастся связаться и с самим Стерненко. Так что не пропустите итоги уже в следующие выходные. И к другим новостям. Медреформа еще как следует не стартовала, а в городской больнице крупнейшего города Одесской области, Измаиле, задумались над оптимизацией. Из-за нехватки денег на зарплату местная горбольница должна для начала сократить количество койко-мест. Для учреждения, которые по факту обслуживает не только город, но и все его окрестности, это почти непосильная задача. Интенсивность поступления пациентов такова, что больные в Измаильской городской порой даже в коридорах лежат. Наша съемочная группа заинтересовала ситуацию и вот что выяснила. Оптимизация по-измаильски. Местная городская больница пытается сохранить необходимое для лечения количество коек, удержать персонал, а также найти средства для выплаты зарплаты. Пенсионерка Мария Федоровна из Измаила несколько дней назад перенесла операцию и восстанавливается в одной из палат местной горбольницы. Женщина довольна работой коллектива, к которому приходится трудиться практически в режиме нон-стоп. Хирургическое отделение очень хорошее. Главврач днем и ночью в любое время, медсестры, санитарочки в любое время ночи попросить что-то всегда не исполняют. Мы очень довольны. Тут такая чистота, красота. Видите, постель у нас какая красивая. Все. Так что мы очень благодарны. Больница, как вам висеть, это скорая помощь. То есть она работает в круглосуточном штатном режиме. Количество поступающих в хирургический стационар до 30 человек в день. До пяти, допустим, полостных операций выполняется. Это таракальные травмы, это травмы на органах брюшной полости, нижних и верхних конечностей. Бывает, что люди даже в коридорах лежат. Это перебор где-то, может быть, даже пациентов и нехватка. Наступает, я же не буду их на улицу выкидывать. Только за прошлые выходные в больницу доставили 150 человек. Кого-то отправили в Одесскую областную продолжать лечение, кого-то ставили на ноги здесь. Так выглядит отделение реанимации горбольницы 6, койко-мест. Специалисты грустно шутят. Если сокращение мест коснется и реанимации, то после операции больных приводить в чувство придется в считанные секунды. Пока областная медицина к рекордам не готова. Чем больше койк, тем больше шансов и тем больше возможностей оказать реанимационные мероприятия, оказать ургентную службу, все больше больных. Или больные могут находиться чуть больше. Да, я понимаю, что будут койки уменьшаться, но количество пациентов они остаются такие же. И несчастных случаев, и острых инфарктах, и черепно-мозговых травм. Поэтому мы уже привыкли работать в ситуации, когда надо быстро оказать помощь. Сократить количество коек с 375 до 265 предложили после областной проверки, чтобы хватило денег на зарплату персоналу. Государственной субвенцией на выплату зарплат врачам и медсестрам городская больница вынуждена делиться с Дунайской областной больницей, которая также расположена в Измаиле. В течение длительного времени мы даже ремонт не могли провести, потому что зачастую палаты были переполнены, и даже в коридорах люди лежали. И субвенция, которая направлена на лечение жителей города Измаила, вот я каждый день получаю сводку по больным, соотношение как бы где-то 50% это не жители города Измаил. Были рекомендации в прошлом году, мы проходили аудит, рекомендовали нам провести сокращение. Сокращение до вот этой субвенции, дабы как бы нам хватало на зарплату. Сегодня мы имеем действительно дефицит фонда заработной платы. Субвенция, которая выделена государством на лечение жителей Измаила, составляет всего 64 миллиона гривен. После подсчета всех необходимых расходов, в том числе и на повышение должностных окладов, а у многих врачей они просто копеечные, образовался дефицит в 24 миллиона гривен. Увеличились расходы на расходные материалы по лечебному учреждению. Это и медикаменты, это и коммунальные затраты. Все это привело к тому, что у нас образовалась вот такая, такой дефицит. Естественно, потребность здравоохранения такого лечебного учреждения, по нашим расчетам, составляет около 80 миллионов. Но, к сожалению, что имеем, то и мы имеем. Удержать персонал при грядущем дефиците зарплаты будет непросто. Параллельно нужно решать кадровый вопрос, который остро стоит в некоторых отделениях горбольницы. Основная проблема – это у нас педиатрия. То есть мы всего на стационаре имеем два врача. Вот представьте, два врача всего лишь, которые меняют один другого. То есть они должны находиться там постоянно. То есть хотя бы один врач должен находиться в отделении. То есть люди практически не имеют ни отпуска, ни выходных. Отстоять городскую лечебницу руководство больницы и города попытается в переговорном режиме с Минздравом и областным департаментом здравоохранения. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.